В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Отопительный сезон 2019. Когда потеплеет в квартирах у одесситов. Состояние старобазарного сквера, реконструкция которого пока откладывается, оставляет желать лучшего. На улице Пастера огромные ветки нависают над пешеходным переходом. Коммунальные службы не слишком обеспокоены проблемой. Первая водолазная школа военно-морских сил Украины для военнослужащих и правоохранителей начала работу в Одессе. 1 ноября начинается отопительный сезон. О его подготовке и о тарифах 29 октября руководители городских служб рассказали в городском пресс-центре Одессит-Юэй. Одесситам сообщили приятную новость. Отопительный сезон начинается 1 ноября. Сначала отопление включат в садиках, школах, поликлиниках и больницах, а в жилых домах чуть позже. В принципе, все почти как и в прошлом году, не считая того, что в 2018 отопление включили еще 22 октября. И, как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агутса, 29 октября началась распломбировка приборов газового учета на котельных, которое займет 7-8 дней. Это позволит дать тепло в 3835 домов Одессы, которые получают центральное отопление. Также он сообщил, что якобы все дома уже прошли гидравлические испытания. Виталина до статьи 42 закона Украины про местного совреждения Украины. Пункт 5. Правил на дне послуг централизованного паула непостачания холодной и горячей воды. Затвержена постанова Кабинета министров 21 липня 2005 года, номер 630. Все котельные на данный момент подготовлены, имеют номинации и отопительный сезон по всем данным предприятиям будет организован своевременно. О исполняющей обязанности директора АО «Одесская ТЭЦ» Анна Мишина рассказала, что на сегодняшний день все ремонтные работы выполнены. Сейчас происходит заполнение тепловых сетей химиоочищенной водой. По ее словам, они готовы включаться по команде теплоснабжения. Было запланировано 21 мероприятие по ремонтам, полностью выполнено. Также проведен капитальный ремонт водогрейного котла, турбины. На сегодняшний день в резерве находятся три паровых котла, один водогрейный и три турбины к ремонту готовы. Номинации на детскую ТЭЦ получены. К отопительному сезону мы готовы. Что касается повышения тарифов, исполняющий обязанности директора КПТ пластнабжения города Одессы Александр Михайлов заверил, что оно, конечно же, будет. Новые тарифы, правда, еще должны одобрить в нацкомиссии. Поэтому в ноябре одесситы будут платить еще по старым ценам. Рост тарифа, конечно же, будет. И все это будет доведено до всех сведений, окончательные цифры. Но сейчас это все находится в процессе согласования. Решение комиссии ожидается до конца ноября. И, как пообещал заместитель директора департамента городского хозяйства, пересчитывать стоимость отопления задним числом никто не будет. Члены комиссии по вопросам коммунальной собственности вынесли на рассмотрение городской сессии, которая состоится 30 октября, проект решения по нежилому строению – туалету, расположенному по адресу переулок Ренкеля, 4Б, с целью его продать общественной организации. Об этом сообщает интернет-издание «Думская.нет». Туалет площадью почти 35 квадратных метров находится на трассе «Здоровье» у пляжа «Дельфин». В июле 2015 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал его в аренду общественной организации «Союз инвалидов справедливость». А в 2016 объект был включен в список коммунального имущества, подлежащего приватизации. Речь идет о так называемой сортирной схеме – отчуждение земельных участков в парках и на склонах, сообщает «Думская.нет». После выкупа общественного туалета новый владелец получит возможность претендовать на земельный участок под ним, причем неограниченной площади. Как сообщает интернет-издание «Союз инвалидов справедливость» учредили Юрий Смольский и Валерий Пилипенко. В 2015 году Пилипенко был уполномоченным лицом от партии «Доверяй делам» по избирательному округу номер 58 в Суворовском районе Одессы. Ранее инвалиды взяли в аренду помещение в доме номер 7 по улице Давида Ойстраха. Отметим, что это далеко не первый случай, когда под видом общественной организации инвалидов скрываются обыкновенные коммерсанты. Старобазарный сквер – один из наиболее посещаемых скверов Одессы. Однако состояние этого места отдыха горожан оставляет желать лучшего. Реконструкцию сквера планировали провести в этом году, однако отложили из-за отсутствия средств. В Старобазарном сквере постоянно гуляют родители с маленькими детьми, отдыхают пенсионеры, а по выходным здесь проходят благотворительные обеды. Однако проблем в парке хватает. Прежде всего, это неудовлетворительное состояние памятника атаману-головатому, расположенному в центральной части сквера. Не лучшим образом выглядит и одна из детских площадок. Кроме того, на скамейках часто ночуют люди без определенного места жительства. Их проблемой никто не занимается. Да и некоторые недобросовестные отдыхающие не считают нужным убрать за собой. В результате в сквере антисанитария, поэтому назвать его комфортным местом для отдыха детей и родителей сложно. Казалось бы, да, центр, привоз. Ну, здесь уже требуется, конечно, ремонт уже такой хороший, потому что памятники все, вот, оббилось, плитка поотваливалась. Ну, и очень много животных, которые, хоть и стоит для них уборная, но очень много. Идешь, и можно в минус ставить, но как-то надо этот вопрос решить. Чаще, как бы, или прибирать, или что, или как бы, на людей как-то влиять, чтобы за собой убирали. Наверное, проблема любого общественного места – это, наверное, мусор. Потому что очень многие люди не следят за такими местами, хотя часто ходят сюда отдыхать. Я считаю, что если ты находишься в таком месте, то надо за ним следить. Если тебе тут нравится, ты же пришел сюда на чистое место, а уходишь и оставляешь за собой не очень красиво. Это некрасиво поступают люди, на самом деле. По словам Лилии Леонидовой, депутата округа, в котором находится сквер, проект реконструкции сквера давно готов. Также решена проблема с границами сквера. Проект предусматривает установку автоматической системы полива на всех зеленых зонах. Возведение детских площадок со специальным покрытием – три единицы для разных возрастных групп. Предусмотрены указатели и информационные таблички. Сквер получит ограждение высотой 1,2 метра. Также в проекте предусмотрены места для парковки без удаления зеленых насаждений, информационные щиты с исторической справкой о сквере. А вот собак здесь, скорее всего, нельзя будет выгуливать. Одесситы с нетерпением ждут реконструкции, так как всерьез озабочены состоянием сквера. Надеемся, что нас услышат и сделают для нас красоту, чтобы мы могли помнить всегда, кто это сделал. И гордиться, в конце концов, все-таки. Знаете, какая гордость берет, когда ты живешь в этом городе. И когда идешь, оно красиво приезжает с других городов. И тоже говорят, боже, у вас Одесса просто красавица. Вот я живу напротив кинотеатра «Москва». Там, правда, частная контора. Кинотеатр частный и частный парк. Там все сделали красиво, убрали это все старенькое. Поставили плиточку, везде будочки, фонтан с музыкой. В смысле, летом с фонтанчиком. Очень прекрасно сделали. В общем, отлично получился сейчас. Если бы так сделали, так вот здесь было бы отлично для Одессы. Пока что средств на реконструкцию город не нашел, так что ее отложили на неопределенное время. Жители города надеются, что в следующем году городская власть все-таки найдет деньги и приведет в порядок их любимый сквер. Жители дома номер 8 по улице Пастера пытаются обратить внимание коммунальщиков на серьезную проблему. Над пешеходным переходом нависают ветки сухого дерева, угрожая безопасности прохожих. Стоит отметить, что в Одессе актуальна проблема аварийных деревьев. Случаи падения сухих веток, особенно при непогоде, не редки. На Пастера находится городская инфекционная больница, поэтому поток людей достаточно большой. Но не все замечают опасность в виде огромных веток, нависающих над тротуаром и переходом. Нередко ветки повреждают линии электропередач или питание электротранспорта. Подобную проблему можно наблюдать по всей улице. Одесситы возмущены сложившейся ситуацией. Да, вы знаете, вот у себя во дворе я это вижу постоянно. И когда еще это падает мне на машину, очень неприятно. Как считают одесситы, Горзелентрест все же выполняет свою работу, но не всегда своевременно. Часто, когда ЧП уже произошло. Обрезают. Я не сказала бы, что прям ничего не делается. Может, не совсем вовремя, но тем не менее делают. Согласно правилам содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, ответственность за деревья на объектах благоустройства государственной или коммунальной собственности несут баланс содержателей этих объектов. В данном случае Горзелентрест. Только ответственные за деревья организации могут убрать то или иное, ставшее опасным дерево по обращению одесситов. Наверное, вот это вот мой минус, то, что я не обратилась. А вообще надо, конечно. Нельзя молчать. Надо что-то делать. Надо иметь это в виду и предпринимать какие-то меры. Кто хочет заниматься? Город, городские власти. Зелентрест к ним относится. Однако, как показывает практика, коммунальные службы не всегда оперативно реагируют на обращения граждан. А пока коммунальщики не спешат, единственный способ себя обезопасить – не забывать смотреть вверх и по сторонам, и обходить стороной опасные участки. Вопрос надежности энергоснабжения своих объектов является ключевым для Инфоксводоканала. Ни для кого не секрет, что от этого зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий и очистных сооружений. Предприятие проводит оперативную замену устаревших энергосетей и подстанций, не дожидаясь поломок и аварийных ситуаций. Не так давно полностью заменены линии электроживления на ВОЗ «Днистер». Проведена модернізація трансформаторних підстанцій з заміною електромережної СБО «Південна» та головної каналізаційної насосної станції. А в поточному місяці відбувається заміна електричного кабелю, який живе дев'яту каналізаційну насосну станцію на Миколаївській дорозі. Потрібно було його перекладувати, тому що це один із трьох источників питання каналізаційної насосної станції «Девять». Давно назрела необхідність перекладки цього кабеля. Ми два роки тому переложили кабельну лінію номер один від РП «Ярмарочний». Чаб якомога менше завдавати незручності Одеси, там було прийнято рішення привести роботу методом проколу. Завдяки цьому методу немає необхідності копати траншеї. Робляться невеликі котловани та шляхом буріння під асфальтовим покриттям вириваються отвори. Через неї затягується футляр, в якому і буде новий кабель. Всього планується замінити близько 1050 метрів капелю на суму 3,5 мільйонів гривень. Паралельною з заміною електромереж «Інфоксводоканал» проводить і інші роботи по модернізації своїх об'єктів. В настояче час проводиться ріконструюцьк. Це хіміка бактеріологічної лабораторії на СБО «Южне» з встановкою новішого оборудування, з капітальним ремонтом поміщень в відповіді з дійсною санпінами. Точно також проводиться реконструкція хімоділа в лабораторії станції біологічної очистки «Северна». Крім цього, на СБО «Північна» проводитиметься реконструкція технічної частини двох мулоушільнювачів з заміною обладнання. Також модернізується технологічна частина решиток будівлі СБО. Замінять решитки електричні мережі в вентиляцію. Для того, щоб всі роботи, які веде філял «Інфоксводоканал», були виповнені в срок, ми обращаємося до жителів міста з просьбою воврема оплачувати услуги водоставження і водоотведення. У «Інфоксводоканалі» нагадують про необхідність оплачувати отримані квитанції до 20-го числа кожного місяця. Показання лічильника приймаються до 27-го числа. В Одесу прибыли минні тральщики чотирьох стран Североатлантического альянсу. Іспанські, румынські, болгарські і італьянські корабли пришвартовались к причалу Одесского морського вокзала. Об цьому сообщила пресслужба Міністерства оборони. Мінні тральщики несуть службу в Средиземному морі в составе 2-й постоянной противоминной групи НАТО. А в Одесу вони прибыли з дружественним визитом і пробудуть здесь неделю. Корабли планирують посетити делегація НАТО во главі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Також в рамках визита запланирована встреча руководства альянса з представителем ВМС ВС України, в частності студентами Одесской морської академії. Получить интересную і редкую професію предлагає Міністерство оборони України. Вінне ведомство почало підготовку спеціалістів для проведення підводних робот. Первая водолазна школа воєнно-морських сил відкрита в Одесі. Водолазна школа воєнно-морських сил розмістилась на території практической гавани порта в Армянському переулку. Одесциті обычно называють эту гавань воєнной. В первом наборе школи – воєннослужащі і сотрудники спеціальних підразділень органів внутренніх дел. Ми працювали першу нашу програму підготовки і за основу ми взяли програму водолазної підготовки ВМС Великобританиї. Тому повністю те, що сьогодні ви бачили на водолазній станції, воно відповідає міжнародним стандартам та стандартам країн НАТО. Школа предназначена для професіональної підготовки, переподготовки і повышення квалифікації воєннослужащих водолазів, а також непрофесіонального легководолазного обучення воєнних, інших спеціальностей, котрим іногда приходиться займатися подводними роботами. Пошук обстеження, підводно-технічні роботи, корабельні роботи, пошуково-ритуальні роботи. Весь віктор робіт. В рамках занятий були представлені елементи командних действий состава водолазної станції во время проведення погруження і отработка слаженності взаємодійствия должностних ліц в штатних і аварійних ситуаціях. Відпрацювання йде в два напрямки. Відпрацювання ходьби на ластах та відпрацювання ходьби на важких ботах. Водолаз, який на важких ботах, виконує завдання з монтажу певного виду фланців, монтування трубопроводу. Під водою у них знаходяться тренажери, на яких вони відпрацюють певні вправи. Водолази, які перебувають в легководолазному спорядженні, на ластах відпрацюють переміщення під водою за допомогою сигналів. В 2021 році водолазна школа планирує возобновити підготовку боєвих пловців для армії і спеціальних підрізнянів других державних органів. Олександр Виноградов, Юрий Рух, Телекомпанія КРУХ. Хатя Хэллоуін і непривычний для України праздник, накануні 31 октября можна увидеть множество тематических декораций і приглашений на праздничні мероприятия. Ми решили узнать, як відноситься к Хэллоуіну одеситі і считають ли нужним його праздновати. Хэллоуін – сравнительно молодой праздник, прийшедший к нам із Великобританиї і Северної Ірландії. Являється продолжением древнього языческого праздництва кельтів. Мода на атрибутику Хэллоуіна – тыкви і страшні карнавальні костюмы возникла також в більшість країн Восточного Європу в начале ХХ века. Эти тенденції затронули і Одесу. Молодіжі з удовольствием наряжається в костюму і весело проводить время на праздничних, вечеринках і квестах. «Вот так относимся. А почему? Потому что весело. Сами участвовали в каких-то карнавалах, постановках? Нет. Вечеринках? Ну, будем. В этом году обязательно исправимся». Кому-то просто нравятся яркие декорации і празднична атмосфера. «Мне очень нравится, що весь город украшен, каже заведення, і магазини, і школи, і детські сади, і все как-то очень підтримують і приємно к этому относяться». А вот многие люди старшого поколення считають, що праздновати Хэллоуіна не стоять, віде в Україні достаточно своїх традиційних праздників. «Я считаю, що це не наш стиль і життя, і культура, і вообще всього. І молодежі нужно к другому приучати, а не к этому Хэллоуіну вашому». «А вот к чему приучати надо?» «Ну, як вам сказати? «Вот этот праздник, он совсем не про любовь і не про добродетель. Он зло і ненависть». Большинство одеситов относятся к празднику нейтрально, да і просто не задумываються об його существовании. «Ні наш, ні славянський праздник. Ну, є і є. Молодежі нравиться, і слава Богу. А що в нем полезного? Та і вредного особо нічого нет». «То есть ви нейтрально относитесь?» «Абсолютно нейтрально. Мы даже сами участвовали на Одесской киностудії в этом празднике. Походили, погуляли, масочку себе купили. Всем приятно, настроение было приятное». «Я отношусь нейтрально, мне абсолютно без разницы. Но я считаю, что у нас в стране не принято праздновати этот праздник, поэтому как-то так». «Поэтому мы праздновать не будем». А для кого-то праздник – это искусство и повод создать уникальную коллекцию атрибутика Хэллоуина, а также отвлечься от рутины. «Дайте публике здоровый психический шок. Нужно вырвать человека из состояния деревенения и тем самым вернуть ему утраченное психическое равновесие. То есть, смотря что-то страшное, мы забываем повседневность о том, что вокруг вся жизнь сплошно фильм ужаса. «Праздник Хэллоуин последи с лякотной, грязной, серой осени, с ее депрессиями, с нежеланием вставать утром на работу. И вот такой чудный, фантастический, магический праздник. По-моему, очень хорошо». Стоит отметить, что православная религия, а также некоторые протестантские конфессии не приемлют Хэллоуин. С католической церковью все сложнее. Языческие праздники католическая церковь пыталась обращать в христианские, поэтому Хэллоуин совпадает с Днем Поминовения Усопших и Каноном Дня Всех Святых. Однако участие в маскарадах католические священнослужители в основном не одобряют. Решения, праздновать или нет, каждый в итоге принимает для себя сам. Однако прежде стоит ознакомиться с его историей и истоками. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу Круг Ком.Юэй. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего доброго, до встречи в эфире. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей 30 октября в Одессе переменная облачность. Утром небольшой дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 тепла, днем 10-12 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин